Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Что плохого в спиритизме? Спиритизм, конечно, вот это уже такой стоявшийся термин вроде «спирит», «дух». Вот мы, какого духа мы ищем, апостол Павел говорит, испытайте, какого духа, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего Бога во плоти, или не исповедует. Но тут явно вопрос о том спиритизме, как о попытке общаться с душами якобы усопших людей, точнее, якобы с душами усопших людей, и через это как-то вот и своих близких усопших поддерживать, или какие-то знания получать, ну или просто вести беседу для саморазвития. Сейчас, конечно, может, спиритизм немножко ушел на второй план, и вот из всякой колдовской действительно приманки он не является главным в арсенале служителей сатаны. Но вот сто лет назад как раз было очень-очень это все популярно. Так вот, насчет спиритизма, насчет таких приемов по вызыванию душ мертвых людей, у нас в Священном Писании есть однозначные слова, и вот мы узнаем, что будет в этом случае. Давайте откроем ветхозаветную книгу «Левит» и откроем 20 главу, прочтем 6 стих. «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». Вот Господь, в принципе, показывает, что плохого будет. Ты взял и устремился, к вызывателю мертвых обратился, и Господь берет и истребляет из народа душу твою. Тут можно сказать, что, ну, там Господь гром и молния, вот я там на спиритический сеанс ходил, и ничего, жив, здоров, и ничего не случилось. Так нет. Господь говорит об истреблении души из народа. Понятное дело, ветхозаветный народ в Новом Завете — это не только какая-то там национальная принадлежность. Нет, во Христе нет ни Иудеи, ни Эллина. В Новом Завете мы знаем, что народ Божий — это христианство. Если ты обратился и пошел на спиритический сеанс, ты уже не христианин. Господь смотрит на тебя и признает. Да, дружище, я тебя люблю, ты мой сын заблудший, но сейчас ты не христианин. К церкви ты отношения не имеешь. Колдовство, в том числе, и вызывание мертвых. Недаром это в одном предложении идет, что иногда то, что так, да не, волшебники, колдуны — это одно, а вот спиритизм — это совсем другое. Нет. Все прямо идет через и вызывателей мертвых, и волшебники. А колдовство, волшебство, вызывание мертвых — это смертный грех. Недаром он, вот, сказано в этом стихе, что блудно. Блудно не в смысле с какой-то падением нравственности, а блудно, что человек заблудился. Он своим духовным устремлением, общением души должен устремляться к Богу, к Богородице, к святым, а идет к служителям Лукау. И вот если человек так поступает, то он себя ставит вне церкви. Это, можно сказать, стих, который показывает, что колдовство, в том числе и спиритизм, это смертный грех, который душу убивает. Тут можно возразить для полноты картины. Ну а как же, вот, мы берем и приходим на родительскую субботу и молимся за души усопших людей? Или вообще мы подходим к иконе, там, святителю Николаю, и молимся ему, его душе? Это ж мертвая душа. Нет, надо сказать, что тут есть некоторая разница. Когда мы молимся за усопшего человека, мы общаемся не с усопшим человеком, мы общаемся с Богом, в руках которого, да, души, судьбы всех людей. В том числе и тех людей, чье тело мертво. Точно так же, когда мы обращаемся уже и молимся святым, то мы молимся святым, потому что их душа жива. Куда более жива, чем душа в нас. Потому что наша душа умирающим телом, которая постепенно умирает и тянет нас и ко греху, и просто к физической смерти нас потихонечку подводит. Души святых, они соединены с Богом, с источником жизни. Душа святого человека, пусть его и тело уже, даже если там остались какие-то мочи или не осталось, вообще неизвестно, где оно. Да, оно уже все упокоилось. А вот душа достигла создателя, создателя источника жизни. Поэтому, когда мы идем и возносим молиции святых, то мы общаемся не с душами мертвых, а с душами живых, с живыми душами. Это ровно противоположно. Сатана, вот как всегда бывают подделки, может быть, какой-то товар, выглядит он примерно точно так же. Но только ты его используешь, он у тебя разваливается. И все усилия, чтобы его достать, деньги, которые ты заплатил за покупку, они оказываются потерянными. Мошенник обманул. Ты взял какую-то контрафактную продукцию и все подвел из себя и своих близких. Точно так же и здесь надо помнить, остерегайтесь подделок. Настоящее духовное общение, оно с душами живых. А настоящее духовное общение, когда мы молимся о наших усопших, мы говорим, да, Господи, знаем, мы знаем своих близких, понимаем, что у них есть грехи. Эти грехи убивают их душу, но мы верим, что ты отживотворишь. Мы поэтому и просим, и молимся за них. И самое главное, это с духом истины. Вот когда мы молимся и просим, Царю Небесный, утешили души истины, обращаемся к Богу Духу Святому. Вот это самый настоящий правильный спиритический сеанс. Не подделка, не души мертвых, а Дух Святой, которого мы ждем, что Он придет и вселится в нас. Редактор субтитров А.Семкин